Не понимаю, ребята, если нету разницы, зачем переплачивать больше денег за смартфоны? Выбираем сегодня флагман за 500 долларов. С вами канал Техноум. Поехали! Сегодня топовые смартфоны, как правило, стоят не меньше 1000 долларов. Но, конечно, не каждый готов отдать за мобильник такие деньги. Я решил собрать в одном материале чуть менее навороченные модели, которые не слишком проигрывают им по производительности и другим параметрам, но при этом стоят около 500 долларов. Honor 20. Смартфон представили еще в мае, но из-за сложностей в взаимоотношениях между Huawei и правительством США гаджет долгое время не продавался в ряде стран, включая Беларусь. Впрочем, недавно Honor 20 все же появился и у нас. И многим он наверняка понравится. У гаджета экрана 6,26 дюйма процессором, Kirin 986 гигабайт оперативки и аккумулятор на 3750 мАч с быстрой зарядкой. Сегодня этого хватит на все задачи. Плюсом также относится четверная основная камера, которая может делать кадры с широким углом обзора и размытием. До качества снимков со смартфоном за 1000 долларов она, конечно, не дотягивает, но явно снимает не хуже других аппаратов в этой подборке. Из недостатков Honor 20 это отсутствие 3,5 мм разъема для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки, что очень-очень огорчает. Samsung Galaxy A70. Краткие технические характеристики смартфона таковы. Экран AMOLED матрица на 6,7 дюйма, тройная основная камера, 32 мегапикселя, 8,5 мегапикселя. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 675, 6 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор емкостью в 4500 мАч с технологией быстрой зарядки. Плюсом смартфона я отнес яркий дисплей, более чем достаточную производительность, время автономной работы 2-2,5 дня и основную камеру. Последняя, опять же, вряд ли сможет потягаться с более дорогими аппаратами, но не должна разочаровать большинство пользователей аппарата. Из спорных моментов я отнес пластиковый корпус. В устройстве за такую сумму хотелось бы видеть стекло или металл. Экран и сканер отпечатков пальцев в Galaxy A70 работают немного медленнее, чем обычные недисплейные сенсоры. А еще в смартфоне нет стереодинамиков и защиты от воды, что очень огорчает. Huawei P30. Устройства серии P30 у нас начали продаваться в апреле и с того момента, во всяком случае, в интернет-магазинах успели существенно подешеветь, что нас очень и очень радует. Это касается обычного Huawei P30, главная фишка которого заключается в основной камере 40 плюс 8 плюс 16 мегапиксель. По фото гаджет не уступает прошлогоднему Huawei P20 Pro и может снимать с широким углом обзора и трехкратным оптическим зумом. С остальными характеристиками особых проблем также нет. Гаджет защищен от воды и пыли по стандарту IP53, оснащается экраном с OLED-матрицей на 6,1 дюйма и встроенным сканером отпечатков пальцев, а также процессором Kirin 980 и минимум 6 гигабайт оперативной памяти. Аккумулятор в P30 на 3650 мАч. Есть быстрая зарядка. Ну и последний телефончик, в этом можно сказать и видео, а скорее всего их будет два, это Xiaomi Mi 9T и Mi 9. Эти два аппарата одни из самых востребованных сегодня смартфонов компании Huawei высшего сегмента. Хотя в технических характеристиках есть отличия. Snapdragon 730 в Mi 9T против Snapdragon 855. В Mi 9 особой разницы в производительности между гаджетами не ощущается. Возможно ситуация изменится через год-два, но сегодня делать выбор в пользу того или иного гаджета из-за мощности явно не стоит. Принципиальной разницы в качестве фотографии с тройных основных камер, несмотря на разные модули, также нет. Возможно обычный Mi 9 незначительно выигрывает по качеству фотографий. Зато Mi 9T благодаря встроенной батареи на 4000 мАч от одного заряда работает порядка двух дней. Обычный Mi 9 с аккумулятором на 3300 мАч вряд ли сможет этим похвастаться. Оба гаджета поддерживают быструю зарядку, но беспроводным способом можно зарядить только Mi 9. Особой разницы в экранах я не заметил. Обе панели медиагональ 6,39 дюйма, оснащены сканерами отпечатков пальцев и построены по технологии OLED. Из недостатков Mi 9T отсутствие стереодинамиков и возможности расширения памяти картами microSD. Да-да, кроме того нет влагозащиты. Это же касается и Mi 9. Ну что же, ребята, я считаю, что даже вот эти 4, а если быть точными, 5 смартфончиков заслуживают очень-очень большого внимания в 2019 году. И советую их без проблем к покупке. А какой выбрать, уже дело ваше. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok